Благодарим, она будет мне показать честные очки, потому что вам главное не забудьте, без очков. Вот хочу пересдать, если Бог поможет, как-нибудь пересдать, тогда, если я, ну, может, к лету, тогда я приду, вам не подарю. Да, Бог, если живая я буду. Я Господа за всё благодарю. Я Господа за всё благодарю, за то, что родилась на свет, за солнце, звёзды и луну, и утренний рассвет, за воспитание в родительской любви и тёплой кровь над головой, за грустные и радостные дни, за мир душевный и покой, за промысл, приведший к алтарю молитвенность святых с небес, венчанием осветивший жизнь мою, как дар из множества чудес. Замужа, девчонки, а венчина? Венчаться надо. Это грех был, считайте. Обязательно надо венчаться. Не хотите? Подумайте хорошо. Это грех, он и на детях отражается. Обязательно надо. А на детях? Почему? Обязательно грехи родителей приходят на детей. Это так. Вы считаете, что регистрация, это раньше же её вообще не было. Раньше чисто было именно вот венчание. А это уже от прессоветского власти пришло. Это всё отстанно, скажем так. Это хитрость такая. Вы на это не смотрите регистрацию. Она ничего не значит, перед Богом. Умрём, за всё отвечать будем. Так что вы подумайте, хорошо. Откройте Царство Божие в себе. Прожить красиво и окативо. Прожить богато, потом расплата. К чему нам слава и почёт во всех делах, мирской расчёт. Хвала людская не спасёт, когда часть смертной подойдёт. Защите истину одно, да не пойдёт душа к дну. Истину здесь я имею в виду Господь. Потому что Он говорит, я есть истина и путь и живот. К любви стремитесь постоянно. Молитесь Богу неустанно. Познайте путь, познайте свет. В Евангелии на всё ответ. Откройте Царство Божие в себе. Оно внутри вас, а не вовне. Здесь, значит, путь. Я имею в виду свет. Потому что Господь говорит, я есть путь и истина, и живот. И так же Он свет. Потому что Он говорит, ну как свет светов. А у меня такой интересный случай был в жизни девчонки. Мне как-то одна подружка подарила, ну ей кто-то дал, а ей не подошла. Она мне шубу. Сейчас это так интересно. А шубу, я только потом узнала, что она была волчья. Я, правда, раз в ней в храм сходила, а потом думаю, нет, что душа моя не лежит. Думаю, ещё волк. Да нет, я же овечка. Кстати, в год овцы ждалась. Но это вот это, вот как сейчас знаки зряка, это всё тоже отстанавливается. То есть их не надо соблюдать. Это ж мы вот раньше, я, наверное, не вершим, было. Мы их и не было. Их не было раньше, это всё навязано, пришло потом. Но некоторые же не понимают, что это против Бога. Ну вот, овечка, значит. Я посмотрела на эту шубу, и у меня такой стих написался. Овечка в тёмный лес попала, от стада своего отстала. На тропке ей попался серый волк. В овечьем мясе знал он толк. Она копытцем его била. Сначала блеяла, потом вопила. Не милостью был зверь лесной. Не устоять овце одной. Вот если бы рядом был пастух, то не шёл бы её дух. Так, значит. Это взято с Евангелия. А съестен пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь своей за овец. А наёмник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наёмник бежит, потому что наёмник. И не родит об овцах. А съестен пастырь добрый. И знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и аз знаю отца. И жизнь мою полагает за овец. Здесь аз, это имеется в виду я. И это Господь говорит, что он, он наш пастырь добрый. Он свою жизнь полагает за нас. А мы образно как бы овцы все. А кто говорит грешники, они козлы. Ну, когда суд будет, Господь говорит грешников. Слевую они встанут с стороны козлы. А праведники встанут с правой стороны. Евангелие Таана, глава 10, стих 11-15. Вот откройте, например, Евангелие, я вас покажу. Вот смотрите, когда вы будете читать, там, значит, есть главы. Вот видите, глава 15, и идут перечитения стихи. И вот поэтому, если какие-то вот такие места, вот видите, Евангелие Таана, глава так, старается, стих такой-то. Если вы берёте, например, православный любой, там, журнал, газету, что-то читаете, там такие сновки всегда даются. Там, скажем, Евангелие Таана и от Матфея, кратко это пишется. Мэф Матфея. Такая-то глава, такой стих. Вы открываете Евангелие и прямо по этому обозначению находите. Ну, то есть, потому что не все знают и понимают, что это такое, да? Куда сокровища свои возложим? Ну, как мой взгляд духовный, что такое сокровище, да? Куда свои сокровища возложим? Туда, где воры не крадут, туда, где о вравно-брачном ложе, куда святые лишь войдут. Куда свои сокровища возложим? Где моль и ржа ущерба не дают, где обитает дух, не кожа, где добродетели приют. Куда свои сокровища возложим? На небеса, где ангелы поют, распятому Христу в подножии, где святым Духом дышат и живут. Евангелие от Матфея, глава 6, стиха 19 и 21. То есть, например, вор не крадут. Это взято с Евангелия место такое. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища там, где сокровища ваши, там и сердце будет ваше. Вот когда будете Евангелие читать, там найдете это место. Почему стих такой? То есть я сокровища какое? Не то, что мы там деньги, одежду, золото, эти вклады, банки делаем, машины детям оставляем. Детям нужно нет, а оставлять им страх Божий, веру в Бога. Потому что верою мы живем, верою человек спасается. Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Что значит такое Авраам на брачном ложе? Умер нищий, отнесен, был ангелами на лоно Авраамова. Там есть такая притча, немножко будете читать, потом вспомните. Сердце. Ну как-то однажды я размышляла, что такое сердце. Сердце человека, словно тяжкий камень. Таким его делает смертельный грех. Но коснется его благодать и пламень. Любви Божией согревает чувства, будто мех. Если сердце камень, для души то мука. И страшнее смерти с Господом разлука. Сердце мое, сердце, к Богу прилепись. Еще в этой жизни до конца смирись. Когда чувства тают, словно воск на свечке. Тогда сердце хочет каждого любить. Вместо волка оно уподавляется овечке. И готово Богу верно послужить. Если любовь в сердце, оно ровно бьется. А в душе царят покой и мир. И молитва к небу, словно песня льется. И на сердце радость посетивших пир. Евангелие от Матфея, глава 24, 12 стих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть сердце я сравнивала с камнем. Почему, говорят, у человека бывает созданная совесть? Когда человек грешит, 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 у него сердце как бы камнем привалено. И когда он начинает каяться, оплакывать, омываться грехами, сердце как бы оттаивает, и уже оно не камень. Оно как бы мягкое, как мягче еле и воска становится. Однажды, незадолго до смерти моей мамы, я так думаю, это было промыслительно, что интересно, я тогда очень удивилась. Я думала, что у меня же отец еще больной, долгое время лежачий был. Сейчас, кстати, он еще живой. Но мы что-то думали, что папа у нас умрет. И вот сон незадолго был. А оказалось, мама вперед умирает. И я только потом поняла, что сон был как бы... Ну, чтобы мы призадумались, да, для мамы. Птица. Однажды, рабе Божий, солн снится, как от земли взлетает к нему птица. Вот воздух одна быстро поднялась, и мимо силы вражей принеслась. Другая птица вслед ей полетела, но пролететь свободно не успела. Она вспрахнула быстро, не засечет радар, но получила в воздухе удар. От темной силы ей досталось рано, но все же она взлетела к солнцу прямо. На землю только перья полетели, подняться к небу птицы все хотели. И третья за второй взлетать уж стала, но от удара замертво вдруг пала. Такое дело в воздухе творится. Душ человеческих, сей образ птица. Я потом еще где-то уже себя святых читала. Знаете, как было мне представлено, вот во сне показано. Вот стою, главное, слева, стана у нас всегда слева. По учению, мы когда крещение принимали, мы же всегда плюемся. Туфу. Ну, есть такая даже молитва. Туфу, отойди от меня стана. Господу Богу, поклонясь ему, лишь одному служу. Да и когда выхожу из дома, всегда читаю молитву. То есть у нас всегда как бы слева, а справа с ангел-хранителем. И вот мне снится, я в деревне, у мамы в дворе, да, и вот ощущение, вот я чувствую вот эту страшную нечистую силу. Какая-то такая масса какая-то. А я наблюдаю со стороны. И вот птица вот эта как будто взлетает. И знаете, вот он, как удар у нее. И она раз, и к земле. То есть получается, к Богу восходила душа, но поскольку она была грешной, она не очищена, стана ее, раз, не дал ей подняться к небу, к солнцу. А там яркое солнце, небо. Другая птица летит. То есть другая душа восходит к небу. Он накидывается на нее. Ой, такое ощущение было. Она вот вырвалась, вроде кровь, и перели, я вижу, как это перели на землю падают. Но осела, и она все равно, и она вырвалась. То есть, говорит, иногда трудно, тяжело, молиться, добрые дела, что-то защищает, помогает, и она взлетела. А другая, которая, видать, праведной вообще была, он вообще ее не коснулся. Она раз, и сразу к солнцу. Вот трижды было показано, каждый раз разный образ. И вот я еще маме сон рассказывала, говорю, вот мам, ну надо же, вот как наша душа будет восходить к небу, когда она умрет. Вот так вот, интересно. Как бы вот это, призадумывается, очень такой, я думаю, сон интересный. Потом как-то было такое сквернословие. Ой, у нас так много сейчас ругается, даже вот я в школе работаю, паломой техничкой, да? Ой, здесь у нас ругается. Ужасно. Скверные слова. Сквернословие, большая лужа. Дождь прошел, и грязь на дне. А обойти ее всем людям нужно. Но ребенок прыгнул в лужу, и осталась грязь на мне. Так вот, и в жизни скверные слова. Совесть человека очерняют. Ими оскверняется не только голова. С ними образ Божий все теряют. То есть, вот я представила, как, вот стоите вы, или я смотрю, вот родители стоят, да? А ребенок по лужу прыгает. Он когда прыгнет, грязь-то она на всех. Образ какой? Когда человек стоит, матерится, матом ругается, а рядом кто-то слышит его. То есть, слова его входят в уши для соседних стоящих. Получается, он скверняет свою душу, и те, кто рядом стояли, слышали. Вот образ, поняли, такой, да? Он прыгнул, грязь на людей, и они в грязи. Так и мы. Когда кто-то ругается матом, мы слышим, а сквернословие входит в уши. Мы его к себе принимаем. Можно бы сделать так, чтобы мы его не слышали. Ну, не хочу я это слушать, отвергнуть это. Тогда мы не будем в грязи. А если мы запечатлели душу, и сами ругаемся, то, конечно, мы будем как в грязи. Душа наша сверняется от этого. А вообще, говорят, все сильные матерщинки, можно сказать, они почти как бесноватые. Разные тематики. Сейчас, в 2010 году была у нас интересная природа зима. Наступили лютые морозы, снежная шуберузская земля, Словно околдованы березы, это Русь бескрайняя моя. Жизнь вокруг как будто замирает, В храмах нищие найдут приют. Там молитву души согревают, Херувимской когда поют. Колокольный звон всех призывает Свои мысли к Богу обратить. Землю с небом храм соединяет, Учит благодать Христа любить. Ангелы нас с неба охраняют, А морозы вовсе не пугают. Веру и крепка моя страна, И молитвами святых защищена. Тоже о природе немножко. Крустальные березки. Хрустальные березки под моим окном Все покрылись тонким льдом. Капельки сосульки на ветвях висят, Качаясь как свистульки на ветру шумят. Тяжело березам с ношей такой, Хочется им скинуть полок ледяной. Солнышко не видно, спряталось оно, Дождик с мокрым снегом к нам стучит в окно. Нелегко березкам качаться под дождем, Только б не сломаться им под хрусталем. Будет день хороший, солнышко взойдет, И из деревьев тяжесть отогда спадет. Я помню, один год, может помните, Вот дождь какой-то со снегом, И все деревья обледенелые были. Я так иду, и так смешно было. Птица, птица села на деревья, И она не может, она прям катится. Скользит. Не может удержаться. Так прям интересно было. Я вас не утомила немножко? Погода, здесь твой еще прочитай. Сейчас я уж это погода сегодня... Погода немножко, да? Чтобы не утомить. В Поволжье удивляет нас природа. В Поволжье удивляет нас природа. Зимой стоит дождливая погода, А в городе у каждого двора По толстым слоям льда Низко к земле склонили ветки, И березы, и рябины, и дикие ранетки. Словно художник кистью рисовал. Мороз деревья в лед сковал. Стоят в поклоне русские березы, Свисают льдинки с веток, словно слезы. Как в хрустале повисли ягоды рябины. Сама природа дарит чудные картины. Да, такой... Ну, сейчас так посмотрим дальше. Воспоминания из детства. Ну, скажем сейчас... На рыбалку. В деревне кто-нибудь жил? Жил. Ну вот, давайте вспомним. На рыбалку. С братом на рыбалку мы ходили. Далеко от нашего села. На огороде рыбкам червяков нарыли, И я в дорогу что-то ездила. Две уточки с собой мы брали, Их на плече своим братишка нес. Дорогой нас машины обгоняли. Я была мала, но шла без слез. Тогда в соседнее село мы проходили, Пшеничным полем долго шли, Потом в реки Платву и огольцов ловили, И слушали, как весело жужжат шмели. Когда у меня на удочку клевало, Тогда сидела тихо я на берегу. Хоть рыбок мне попалось мало, Брат научил, теперь ловить могу. Пять километров шли в один конец, А дома никому о том не говорили. А брат родной мой, молодец, Мы даже на природе с ним муху варили. Тогда нам было по шесть и десять лет. А память удивительная сила, Как вспомню детство, которого уж нет. В уме я словно киноленту прокрутила. Так, вот есть немножко такой раздел У меня духовные крупинки, Ну, как бы краткие фразы на духовные темы. Живи с женой одной, не ищи другой. Если развелся с женой, будь холостой. А не можешь этого поднести, Нечего в бутылку лезть. Заблудниться не держись, Лучи к своей жене вернись. Это такой у меня и жизненный случай. Брат женился на первой женой, Хочется со второй. Я ему говорю, не надо. Ну, потому что многие же бросают, То пеять начинают, да, То нам третий и так далее. Для вообще души спасительного, Чтобы брак был один, конечно. Иногда в гости ходить, А значит языком блудить. Все такие краткие. Лучше промолчать и смириться, Чем сказать и возноситься. Потому что по Евангелию Господь говорит, Что гордым противится, А смиренным дает благодать. Вот сами замечаете, Что еще как бы по своим словам скажу, Что гордый, высокомерный, Он противом и Богу, и людям. Истинный друг ведет ко Христу, А лукавый умножает суету. Я не жарктийца, Нечем не хвалиться. Это я вот когда читаю, Житя святых, И такие мысли были интересные. Ленивый, как трухлявый пень, Лежать мечтает всякий день. Без труда не бывает плода. Вот опять я хотела сказать, Богу противный богатый лжец, И бедный гордец. То есть когда богатый, Много врет. Это Богу противный, Это тоже с Библии взято. А когда бедный, Он гордится. Ну, он может чем угодно гордиться, да? Я во грехах, как уж тени, От них готова скрыться Вглубь земли. Но такое бывает состояние, Сами поймут, Когда мы что-то Нехорошее сделали, Так прям не хочется Никому показываться, Куда-то скрыться, да? Ой, это было раньше, Но сейчас, слава тебе, Господи, Косметику отставила. Был такой, Красился очень сильно. Я накрашена, Как гроб дубовый. Он красив, Пока пустой и новый. Есть Евангелие, Господь говорил, Ходится, Как гробы накрашенные. А внутри-то полны Всякой нечистоты. Это он обличал фарисеев. А мы, получается, Духовно так же. То есть, внешне мы красимся, Хотим быть красивыми. А на самом деле, Это мерзость пред Богом. Он это не любит. Ему это не надо. Ему нужны наши Чистое, смиренное, Кроткое сердце. Вот такие вещи нравятся. Два плута. А, бро. Для плута Не хватает кнута. Красивое яблоко на вид, А кто внутри его сидит? Ну, то есть червь, да? Час смертный, Помни, христианин, Ты царство неземного, Гражданин. То есть мы, Царство наше на низе, да? Царство небесное. В богатстве не люби Жизнь слазь, Чтобы обнищав Не пришлось красть. Люби поститься и молиться, Чтобы потом Не постыдиться. Здесь имеется в виду На страшном суде, Чтобы нам не постыдиться. Если гордимся талантами И поклонниками, То являемся Идолопоклонниками. То есть у нас, Как это Господь говорит По Евангелии Исподюли, Что у нас У каждого свой идол. Если мы череугодники, Как бы живот наш идол. Вот, да? Потом у нас разные идолы Это могут быть. Кто чему поклоняется Идол, Это мы из чего хочешь Можем сделать, так и да. А сейчас много столько Это сект новой привез. Молодежь туда попадает. Я забыла, как она Не о это Таигова Не помню. Нет, нет, нет. Сейчас новая. Там вообще Они отрицают все западе. Все, значит, Бога вообще не почитают Ни Библии, ничего. То есть без тормозов. Ни во что не верю, Ничего не признаю. Делаю, что хочешь. То есть именно рассчитано На маргиналов. То есть кто не работает, Не учится. У меня брат двоюродный попал. Вроде бывший генерал. И на пенсии. И он как к крыше поехал. Крест снял. Ничего, никакой. Вот приезжает к дятю. Дятя к ним с ума сходит. Говорит, не знаю, что делать. А я сначала чувствую, Что-то вот не то у него, да. Вроде говорит, Много начитаны. Где что, на кого попал. Они вот когда ничем не заняты. То ли в интернете Он на них вышел, То ли как. В крест. Смотрите, у вас дети Или как подростки. Это очень опасно, Чтобы они куда-то В какие-то вот эти секции ертись. Потому что это очень опасно. Если не туда.